Здравствуйте, друзья! Утро у нас, к сожалению, недоброе. Как вы знаете, с 6 утра в районе сотка ведущие серьезные бои. По моей информации, сейчас интенсивность боев снизилась, но при этом расслабляться очень рано. Азербайджан пошел на намеренную провокацию, подготовленную как военным планом, так и информационным. Обстрел ввелся из артиллерии и минометов, то есть это на самом деле довольно серьезно. Это не какая-то рядовая перестрелка. С армянской стороны есть трое раненых. С азербайджанской стороны точных данных нет, но говорят о том, что их потери в разы больше. Стоит отметить, что я не знаю, что было с приказами, были ли они, не были. Вероятно, были, но все может быть. По факту есть то, что наши ребята дали очень серьезный и жесткий отпор. Полностью подавили огонь соперника, противника, огонь соперника. И будем сидеть за развитием событий. В целом это предсказуемо, потому что я говорил, что к 15 числу ситуация накалится, по моему мнению. И так и есть то, что Алиев не поехал в Москву и явилось очередным доказательством того, что он хочет, не хочет, но уже не может пойти на компромисс с Россией. И его крепко взяли за одно место. Мне кажется, что он всегда пытался находить компромисс с Россией. А сейчас он поступил очень и очень дерзко, скажем так, и оскорбительным для России. Поэтому эскалация неизбежна. В ССУ на Украине пытается найти брешь, чтобы начать контрнат с Украины. Также и здесь вооруженные силы Азербайджана. Причем делается, смотрите, это в районе Сотка. Там, где нет иранцев, не делаются сюники. Сейчас вот так накаляется ситуация информационная. Вы уже видите, наверное, что они начали говорить о пяти взрывах от использования иранских беспилотников армянской стороной. Ну, это, конечно, бред, намеренная провокация, которая, вероятнее, все будет раскачиваться. И мировыми СМИ для дискредитации кормим таки Иран и Россия в целом. Поэтому ситуация будет только на колясо, на самом деле. Я очень горд всеми вами, потому что с вашей помощью сейчас, прямо сейчас, у армянских солдат, у армянских артиллеристов есть дроны, которые позволяют оперативно наводить на цели и дают огромное, огромное преимущество. Потому что, когда их нету, все это наводится по координатам пехоты, и вы понимаете, что это несовместимые вещи. Я уверен, что нам удастся еще и еще помогать армянскому солдату, несмотря ни на что. Так бы нас не пугали. Всем спасибо, буду держать в курсе. Продолжение следует...